24 февраля, одни из первых, которые попали на специальную военную операцию. Мы заехали, брали населенные пункты, и когда там, допустим, встречались с местными жителями, у этих людей видно было, они настолько страхи кто-то держал. Это вначале мы не понимали этого, я думаю, мужи из-за нас. И боялись они, и даже нам что-то говорить. Они настолько даже не верили, что это мы россияне, короче, заехали туда. И они думали, что это украинские солдаты, чтобы потом их покорять и дальше их угнобить. Некоторые были рады, нас когда видели, там были русскоязычные, они были очень рады. А жили они, если честно сказать, вот мы когда смотрим какие-то старинные фильмы, такие избушки, испорченные дома, 41-е годы, никакого ремонта, вообще все старое, с дровами топят, там газа вообще нет. Часто мы встречались с противниками, потому что мы были в Санкт-Петербурге, когда мы заезжаем, когда ты в обороне сидишь, это легче. А когда ты не знаешь, ты наступаешь, ты не знаешь, куда ехать, и тебе со всех сторон там, когда бомбят, очень тяжело это. Жалко мне этот народ, честно вам скажу, они были в рабстве. Это даже как с животным так не относится. Это мое личное мнение, и то, что я видел в мои глаза. Если бы они были людьми, я их назову собаками, почему? Потому что когда мы заезжали, нам команды не давали стрелять, если на населенных пунктах хоть один-два дома есть, нам запрещали туда стрелять, потому что там команды могли думать, что там может какие-то дети есть, семья что-то есть. Мы не могли бы ответку давать, представляете? Мы каждый день теряли свою технику, своих солдат, своих бойцов, из-за того, чтобы не ранить, то есть, чужую там семью. Я думаю, я не помню, это точно село, как это назвалось, это где-то, наверное, на 9-й день, наверное, это было, здесь. И остановились, и я, наверное, слышу, не на такой божье, как будто непонятные критики, здесь. Ну, я не мог понять, что как будто ребенок плачет. И у меня все больше и больше сильно эти критики начали. Я вышел, иду, и как бы я не знаю, почему мое сердце, я не смог, я не начал бегать на ту сторону, а так мне не забыл о том уходить. А я побежал, насыл крик, всякая же бой, да? Бегу туда, и одно время вижу, там школа, на, как будто, хэл, не говорят же у американцев, на этих заборах какие-то тряпки висят, это, кажется, тела, вещи, одежда, детей. А, кажется, туда они нас когда бомбили, они в школу, вот этот прилет пришел, и там, представляете, столько мертвых детей. И это ребенок плак, что умер, короче, он живет. Ну, это тот день, когда, после чего я стал самым жестоким военнослужащим, который мне последний раз будет, да, терминал, так им говорят, потому что я не жалю этих, этих убийц. Спецоперация продолжается, и контрнаступление было не раз. Несколько таких жестких контрнаступлений было в стране России, и у них не получилось ничего. И они сейчас путем, сессочники, СБУшники, каких-то там групп, хотят нашу молодежь, нашу страну внутри расскажут, что между нами были какие-то межнациональные конфликты, и там какие-то суматухи. Но это не получится, потому что мы реками дружим, и бок о бок, и всегда приходим к общему. Нам нельзя позволить, чтобы между нами какие-то были конфликты или разногласия. Мы верим в Всевышнего и верим в то, что дружба – это лучше, и правда, это хорошо. И не допустим, что у нас есть молодежь, они достаточно порядочные мужчины. А я хочу, чтобы они этого не подавались никого, этим всяким провокаторам, которые хотят между нами, межнациональные какие-то непонятки создать. Этого они не допустят, а я почему-то уверен, и я надеюсь, что такого не будет. Сохраним мир в нашей стране, это нам необходимо.